Всем привет! Вы находитесь на канале Вот о Чём. Этот ролик продолжает запланированную мной серию, посвященную потомкам. В нём я расскажу вам своё мнение о каждом из потомков, а также вкратце затрону их биографию. Хотя в игре The First Descendant потомков не так много, в каждом из роликов я расскажу только о четверых из них. Данный ролик является сугубо развлекательным контентом и не содержит в себе практической информации по игре The First Descendant. Ну а теперь, когда мы закончили со вступлением, давайте начинать! В первом списке у нас идёт потомок по имени Аякс. Поднимайся, твою мать, потомок! Нам ещё нужно колосса сжечь! Да-да, это тот чувак в шлеме с рогами. Аякс — это потомок-ветеран. Причём ветеран во всех смыслах этого слова. Ведь по возрасту он уже давно попадает под категорию старпёр. Именно поэтому, незадолго до начала событий игры, он решил выйти в отставку. А-а-а, я слишком стар для всего этого дерьма. Чтобы осуществить свою давнюю мечту. Заняться преподавательской деятельностью в военной академии Альбиона. Дабы приобщить к своему могучему скилу новые поколения защитников человечества. Здесь вам не курорт, калаш мне взад. Я лично буду выбивать вам дурь из башки. Крейсер мне в бухту. И хотя мечта Аякса осуществилась, побыть на должности преподавателя ему долго не удалось. Потому что в первый же свой рабочий день он узнал, что группа потомков, которая отправилась в бездну, подаёт срочный сигнал о помощи. По идее, эта новость никак не должна была касаться Аякса. Но был один нюанс. В этой группе находилась его бывшая сослуживица Аиша. Этого оказалось достаточно для того, чтобы Аякс поспешил на выручку. И сукин ты сын, я в деле. А всё потому, что Аиша... ЖЕНЩИНА! А как известно, если женщина попала в беду, её нужно спасать. При этом был ли у Аякса и Аиши фушум-бурум, нам точно не говорят. Кроме того, в игре есть целый пистолет, который принадлежал Аише, а это значит, по-любому этот персонаж важен. Но вернёмся к Аяксу. Для того, чтобы попасть в бездну, ему сначала нужно было надеть свою броню. Которую, разумеется, он хранил не у себя дома. Где мой супер-костюм, где? По пути к месту хранения брони, Аякс расшвырял 10 отрядов потомков, которые хотели его остановить. Нихрена себе дедок даёт. В итоге, он смог заполучить свою броню, надеть её и запрыгнуть в бездну. А поскольку его броня была ещё не доработана до конца, она начала давать сбои, а потом вовсе сломалась. По итогу, разумеется, Аякс никого не нашёл, обессилел и уже готовился дать дуба. И в этот момент он словил глюка в виде Аиши, которая зашвырнула его обратно в реальный мир. А-а-а-а... Я что, уже в аду? Хуже. Ты в муниципальной больнице. И оказавшись в реальном мире, Аякс узнаёт, что пока он шлялся по бездне в поисках Аиши, прошло уже целых 10 лет. Сколько? Так что, когда пришедший навестить Аякса Альфа предложил ему вернуться обратно на должность препода в военную академию, Аякс порвал все бумаги, которые принёс Альфа и заявил, что он слишком крут для такой фигни. Именно поэтому этот дедок в броне и рогатом шлеме по-прежнему бегает по полю боя и отстреливает Валгусов. А поскольку Аякс входит в тройку потомков, которых дают на выбор в начале игры, игроки, которые играют на нём, попадаются мне очень часто. Но дело даже не в этом. Ведь Аякс сам по себе является очень хорошим потомком с большим потенциалом. И даже несмотря на то, что я перешёл с Аякса на Кайла и отдаю своё предпочтение именно Кайлу, а не Аяксу, об Аяксе у меня остались только положительные впечатления. Следом за Аяксом у нас идёт Глей. Это наглухо отбитая психанутая тётя в очках, которая периодически косплеит Данте. Раньше была военным медиком. Вся её семья погибла во время войны с Валгусами. Уцелела лишь её дочь, Дия, обеспечить безопасность которой Глей считала для себя самой главной задачей своей жизни. Но не тут-то было. Ведь когда Дия подросла, она тоже захотела стать солдатом. Но для этого требовалось получить рекомендательное письмо от одного из преподавателей Академии. И такое письмо Дии подписал не кто-нибудь, а один из дружбанов Глей по военной службе, Аякс, который на тот момент являлся преподавателем в той самой Академии. И изначально дружеские отношения Глей и Аякса оказались наглухо испорчены. Ведь Аякс был в курсе того, как именно Глей смотрит на идею того, чтобы её дочь служила в армии. Первое правило настоящего мужского мужика. Если тебя захлестнули твои чувства, быстро их расхлёпывайся. И поскольку Глей не смогла отговорить свою дочь от идеи стать солдатом, она решила держаться с ней всегда рядом. Именно поэтому, когда отряд, в котором находились Глей и Дия, попал в засаду Валгусов, они угодили в плен вместе. Ой, как удобно. Дию и Глей отправили в тайную лабораторию Ордена Истины, в которой Валгусы проводили над ними ужасающие эксперименты. Внести флюги, Гехайман. Валгусы пытались создать новый вид, гибрид людей и Валгусов. Так что да, Глей у нас теперь частично Валгус. Всё это непотребство продлилось ровно 100 дней. После чего отрядам Альбиона удалось обнаружить лабораторию и напасть на неё. В этот момент Глей удалось освободиться. Но вот куда делась её дочь, она не знала. Ей сказали, что тело Дии так и не нашли, а это значит, что она может быть ещё жива. Именно поисками Дии Глей озабочена до сих пор. В игре Глей является одним из самых распространённых потомков, поскольку является ходячим аннигилятором всего сущего. Поэтому игроки, которые играют на ней, встречаются мне достаточно часто. Хотя лично я сам на Глей не играю, несмотря на то, что выформил её себе в ранг. Но даже того короткого времени, которое я провёл, играя за Глей, хватило для того, чтобы я понял, что у этого потомка просто огроменный потенциал. Но вот встречаться с такой барышней я бы не стал. Потому что хоть я и не в курсе, какой характер был у Глей до того, как она поехала кукухой, но после тех манипуляций, которые провели над ней Валгусы, а также после исчезновения её дочери, любого, который снёт заняться чем-то подобным, будет ждать примерно такая сцена. Далее по списку у нас идёт Эсьемо, чувак, который мацал за жопу Аякса. История становления потомком Эсьемо одна из самых простых. Он рос, как самый обычный ребёнок в окружении любящих его родителей. И вроде бы няшмяш, ничего необычного, но была одна проблемка. Дело в том, что Эсьемо буквально с самых ранних лет пахло порохом. И любой его, даже самый незначительный чих, мог спровоцировать взрыв. Слышишь, Кошара, как я, ну, помнишь тот случай со взрывом? Как я тогда выжил-то вообще? Ты в обморок упал, дебил. Ябтвай. Просто в обморок упал. Просто, блядь. Ты полдома разнёс пи***. Что в общем-то и происходило, причём достаточно часто. И несмотря на то, что родители Эсьемо любили его, среди сверстников друзей у него не было. Все соседские детишки дразнили Эсьемо и докапывались до него. На самом деле ситуация дебильней некуда. Ведь несмотря на то, что по характеру Эсьемо няшка, он ведь мог взорвать кого-нибудь из соседских детей просто случайно. В любом случае, родители Эсьемо понимали, что долго так продолжаться не может. И несмотря на всю свою любовь к сыну, доложили о его странностях куда надо. И Эсьемо отправили прямиком на осмотр к магистрам. Нет, не к этим магистрам. Которые и подтвердили, что Эсьемо является потомком. И в его странностях виновата заложенная в нём арха. Причём любопытный факт. Когда Эсьемо прощался со своими родителями, он плакал, а его слёзы потом соскребались с пола сапёры. Что является намёком на то, что слёзы Эсьемо также обладают свойствами взрывчатки. А если это так, то возможно буквально все выделения организма Эсьемо являются взрывоопасными. И он запускает в унитаз самые настоящие торпеды. При этом, когда Эсьемо забирали на службу, он заявил своим родителям, что он станет самым крутым потомком и сыном, которым они будут гордиться. А самое главное, он постарается простить и полюбить даже тех людей, которые его обижали. Что лишний раз доказывает тот факт, что по характеру Эсьемо самая настоящая няшка. Ты не злой, ты не злой, ты не злой, ты не злой. Ты такой же, как и я. А я очень добр. Что же касается непосредственно игры The First Descendant, то в ней Эсьемо... Кстати, где он? А хрен его знает, где он. За всё то время, что я играю в The First Descendant, мне попадались игроки, которые играют за Эсьемо буквально 3 или 4 раза. И хотя это только мой субъективный опыт, на его основе я могу сделать вывод о том, что Эсьемо не пользуется популярностью у игроков. Что же касается моего опыта игры за этого потомка, то он также свёлся к банальному вкачиванию в ранг, после чего Эсьемо благополучно покинул свой слот. А за то время, пока я играл за этого потомка, я так и не смог постигнуть его Дзен. Поэтому ничего принципиально плохого или хорошего про Эсьемо я сказать не могу. Он как бы есть в игре, и... Всё. Завершает этот выпуск Хейли. Обладательница самой большой жо... В смысле у неё большая... Короче, Хейли это барышня, чьи габариты в определённых местах тела являются самыми большими в игре. Видимо, это нужно для того, чтобы компенсировать вес её большой пушки. Ведь для того, чтобы нормально целиться из такой штуки, нужен серьёзный противовес сзади, которым Хейли обеспечена. Поскольку у неё такая большая жо... В смысле большой задний противовес, то всё, что она с его помощью делает, тоже большое. Как афи у меня исполинские! Тот день, когда Хейли примкнула к отряду потомков, стал чёрным днём для Блэра. Потому что с его кухни стали регулярно пропадать котлетки. Никто точно не знает, куда они деваются, но день ото дня задний противовес Хейли всё растёт и растёт. Но поскольку Хейли эффективно косплеит из себя няшку, никто не задаёт ей никаких вопросов. Прости! Прости меня! Прости меня! Кринж! До того, как стать потомком, Хейли служила в 33-м снайперском отряде. У этого отряда была дурная репутация лузеров. Дело в том, что этот отряд просирал буквально все операции, в которых участвовал, и постоянно нёс большие потери. Ладно, ребята, делаем как всегда! Мы сдаёмся! Но вместо того, чтобы признать очевидный факт своей некомпетентности... Откроем его секрет! Иди, слушай сюда! Мы очень, очень тупые! Бойцы 33-го отряда сочинили страшную сказку о том, что он проклят. Ведь иначе просто и быть не могло. Ведь у отряда была самая настоящая боевая мантра. Которая, по идее, должна была работать, но почему-то никогда не работала. Естественно, всю эту чепуху пришлось выслушать и Хейли, когда она поступила на службу в этот отряд. И во время одной из миссий, в которой Хейли принимала участие, Валгусы сразу же запалили их месторасположение при помощи тепловизоров. И после непродолжительной перестрелки, в отряде началась паника, и все начали разбегаться кто куда. Но только не Хейли, которая малость подофигела от происходящего, и решила, что уж она-то точно не побежит, ведь боевая мантра точно работает. Нужно просто в это верить. И боевая мантра сработала. Поскольку Валгусы не видели Хейли сквозь тепловизор. На самом деле, просто оказалось, что она является потомком, которая обладает стихией холода, но на тот момент Хейли об этом не знала и по полной использовала свои преимущества, поперестреляв всех Валгусов одного за другим. Что же касается моего отношения к Хейли как к играбельному потомку, я озвучил его в прошлом выпуске, но все же кратко повторюсь. Несмотря на то, что Хейли является надежной убивалкой колоссов и обладает стихией холода, если мне нужен потомок, обладающий стихией холода, свое предпочтение я все равно отдаю в Йеси. А если мне нужно убить колосса, с этим я справляюсь даже на Шерон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что для меня все знакомство с Хейли закончилось. с тем, что я просто вкачал ее себе в ранг. Хотя вынужден признать, это далось мне не без усилий. И соблазн прокачивать Хейли по полной у меня все же был. Ну так уж и быть. Можешь и сразу голой меня представить. После чего я твердо для себя решил, что лучше дождусь супер Хейли и экспериментировать буду уже с ней. При этом в самой игре полным-полно игроков, которые юзают Хейли по полной. И я не могу их в этом винить, поскольку Хейли действительно является надежной убивалкой колоссов. Но ко мне такое не относится, ведь я неоднократно заявлял, что я люблю нестандартный подход. А на этом месте я с вами прощаюсь. Всем удачи и хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok